Бобручанка Анна Лихно готовится к первым урокам. Девушка окончила Могилевский педуниверситет, будет учить детей английскому алфавиту и идеальному произношению. Педагог признается, другую профессию даже не рассматривала. Сейчас не так просто найти именно сразу место молодому специалисту, потому что всегда требуется опыт. А так есть такая возможность, есть возможность выбора. У меня была возможность выбора на распределении. Именно почему в Бобручске? Потому что считаю, что родные стены помогают. Детели очень радушно, поддерживают, потому что понимают, что мы только после университета. У нас, по сути, нет никакого опыта, кроме практики, которая была в университете. Поэтому пока что все хорошо. В городские поликлиники и больницы прибыли новоиспеченные врачи-медсестры. Среди них Татьяна Архипенко, выпускница Гомельского медуниверситета. Интернатуру проходила в больнице скорой помощи, а с 1 августа трудится в роддоме. Нравится смотреть мамочек и их малышей. Очень мило, когда он еще не родился, но я его уже вижу изнутри. Сама обстановка, она очень благоприятная, дружелюбная. И всегда я рада приходить на работу и здесь находиться. Молодежь работает и на промышленных предприятиях. Смена в цеху славянки в самом разгаре. Депутанты бок о бок с опытными работниками. Многие проходили практику, так что за машинками держатся уверенно. В этом году предприятие приняло по распределению 33 человека, в том числе двое парней. Основной поставщик кадров – технологический колледж. Именно в этом цеху я уже не первый раз. То есть здесь проходили мы практику, как преддипломную, как технологическую. То есть встретили тепло, работы много, то есть коллектив хороший, начальство тоже хорошее. То есть приняли тепло, как свое. Были выплаты как молодому специалисту. Приятно, что государство не забывает молодых, которые становятся на свой путь. Большинство выпускников считают, что распределение – хорошая возможность сразу после учебы получить рабочее место. Кроме того, молодому специалисту полагается материальная поддержка. Некоторые работодатели обеспечивают прибывших работников жильем. В течение месяца со дня заключения трудового договора наниматели обязаны выплатить работнику материальную помощь, так называемые подъемные. Размер зависит от образования и от того выплачивалась ему стипендия в последнем семестре перед выпуском. В этом году по всей стране распределили около 19 тысяч выпускников вузов, 18 тысяч специалистов со средним специальным и 23 тысячи с профтехобразованием. Они все получили первое рабочее место. Анастасия Похлёстова, Максим Галеонко. Итоги недели.